На грани аварии, что... Извини, извини, у меня этот... Лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик. Знаешь, когда будет топчик? Когда уроки сделаны, все формы готовы, все понятно. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся к подобным... Ну, чел на пост-иронии сейчас был. А, да, блядь. Некогда супер популярная семья Кукаяк столкнулась с одной из... Некогда, блядь. ...проблем для любых блогеров падение просмотров. Да? Да что происходит, блядь, прикиньте, у все, блядь. Ролик на ютубе стал самым неудачным за все время существов... Ну, блядь, ну не скажи, ну... Я не знаю, какие у них в прошлом были, но... 200к за день, конечно, не лучший результат, но и не самый хуёвый был. ...канала, набрав всего 100 тысяч за сутки, хотя... Чё, 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 нихуяси... ...за все время существования канала, набрав... 100 тысяч просмотров, такого слабого видео давно на канале не выходило. Весь вечер и все утро про него думал. С мамой созвонились, Леной... Ебать, бро, ты чё, нахуй, ебать. Пытаюсь выяснить, что ж не так. На съемках было капец весело, а вам не весело. У меня есть догадки, я расскажу во влоге во в среду, но пока... ...скажите ваше мнение. Ебать, чел, пиздец, переживает о просмотрах, блядь. ...тысяч за сутки. Хотя обычно там уже бывало минимум 300 или даже полмиллиона. Ну это не так, я понимаю, если там миллион был, а теперь 100 тысяч. Вот это пизда вообще, блядь, а так, ну... Тут может быть огромное количество. Зашел хуже, блядь. Это и нарушение правил Ютуба с исключением из рекомендации, смена работы алгоритмов, повышение конкуренции или снижение интереса аудитории. В пользу последнего говорят комментарии их давних фанатов. Я уже не первый раз слышу, что кукаяки уже не те, потерялся вайб, особенно с приходом челленджей и прочих тематических роликов. Да не, просто мне кажется уже как бы немножко, ну, люди начали просыпаться в этом. Бля, короче, как красиво сказать, чтобы никого не обидеть. Но это мое личное ощущение и мнение, ребят, не подумайте ничего. Просто раньше, типа, вот такие семьи, я уже это говорил на стримах, воспринимали как, типа, ой, блядь, если моя семья не будет такой, ну вы поняли, короче, то сейчас немножко люди, ну вот поняли, раньше было слишком, блядь, слишком все добрые к друг другу были, сейчас немножко пожестче возвращается интернет. Лично я так чувствую, что пожестче интернет стал, чем был раньше, не такой уже политкорректный, как было. И теперь к таким семьям, да, все, кто эксплуатирует детей, да, к ним начали присматриваться больше, и интерес, естественно, из-за этого падает. Мое мнение, естественно. Хотя многие... Что, типа, бля, к детскому контенту не очень начали относиться люди пожестче, типа. Подписывались на влоги. Во-первых, да, наигранно слишком вот это, знаете, новая, как, новая искренность, да, вот эта хуйня, это же, новая искренность подразумевает не то, что искренность в квадрате, а то, что она наигранная специально для того, чтобы подходить под тренды, поняли, типа. Ну, лично я так это понимаю, новая искренность. И сейчас эта новая искренность разваливается, наконец-то, бля, потому что это самое, ну, хуевое время интернета, я считаю, за все время, бля, вот эта новая искренность. Вот, и сейчас она разваливается, и уже на многих персонажей смотрят как-то не так, как раньше, типа, за то, что они слишком добрые и так далее. Ну, короче, бля, ладно, вы поняли, наверное, я как-то тупо сказал, но вы поняли. Ну, кукаяки начали монетизировать своего ребенка, я полностью с вами согласен, он в чате пишет, но, бля, тут тоже так нельзя сказать, это очень сложный вопрос, мне кажется. Типа, а кто прав в этой ситуации? То есть, у тебя появился ребенок, ты можешь сделать с ним канал, который будет суперпопулярный, настолько много денег приносить, да, что ты можешь обеспечить этого же ребенка на всю его жизнь, правильно? И что здесь правда, что здесь нормально, типа, где, где правда, типа, ребенку дать полностью его детство, и потом хуй знает, кем она вырастет, либо, ну, ребенок вместе с тобой зарабатывать деньги на свою жизнь. Вот тут, бля, тут такой сложный вопрос, нельзя, ну, мне кажется, однозначно сказать, вот, правильно это или неправильно нельзя так сказать, бля, то хуй знает, как... Некоторым детям это очень плохо на судьбе сказывается, 100%, там. Сколько актеров таких было, да, и так далее, там, певичек маленьких, которые, ну, или певцов маленьких, которым это потом на кукуху отражалось, а некоторым нет, некоторые, наоборот, вырастали, у них, блядь, целая карьера, там, вся хуйня. Ну, бля, видите, популярность начнется. 50 на 50, поэтому не особо высказываюсь как-то радикально в этом вопросе. ...угасать, хотя проблема с одним видосом, опять же, не показатель. Такая ситуация со спадом пика славы начала настигать Илеона Кемстач. Вслед за усилием количества его подписчиков в телеге тоже стало меньше. Ха-ха-чел, а где ты сейчас, блядь? Бля, пиздец, ну, это дрожь, ок-блогер, это дрожь сидеть, считать подписчиков людей, блядь. Да похуй, блядь, да похуй, заебал ты, ну, вот, кому не похуй, реально. ...блядь, чел, у тебя отписалось за месяц 200 тысяч, ха-ха, блядь. Ну, просто актуально сериал упал, и сейчас он роль какую-то себе новую возьмет, снова поднимется, разве нет? Что ты сидишь, считаешь, блядь? ...самого пристального внимания успел дать определенные плоды даже в самых неожиданных сферах жизни. Угадайте, кто смотрел «Слово пацана» и влюбился в пальто? Как вы знаете, актер сейчас учится в частной школе Дубая. И после бума сериала «Слово пацана» внимание повысилось даже к ним. Судя по словам из интервью мамы, число заявок на обучение там от русскоязычных ребят кратно возросло. А, нихуя, я понял. И он даже шутит, что ему за такое теперь должны доплачивать. Или хотя бы оценки рисовать, блядь, нормальные. Там, что там сейчас Леон учится, у них престиж поднимается, очень много русскоговорящих людей хочет попасть в нашу школу теперь учиться. Как мне сказал Леон, мама, они должны нам просто доплачивать за то, что я здесь учусь. Привет, это я, Игуль, и я жива. Мне нужны деньги, чтобы вернуться к Марату. ...поражает поражать силы интернета, которые не только развлекает, но и иногда помогает наладить жизни. Многим из вас наверняка попадалась в рекомендациях вот эта бабушка, которая в первых рядах отжигала на концерте Сергея Лазарова. Какой нахуй Сергей? Бля, ужасно. Что это вообще? Ну бабушка кайфует. В чем, правда? Я не понимаю. Но у меня бабушка также на Стаса Михайлова ходит, если вам интересно. Она просто обожает Стаса Михайлова. У нас на даче висит огромный плакат с его росписью, который уже весь выцвел нахуй. Не, она гордится, блин. Ее зовут Уляшева Лидия Витальевна, 65 лет, живет в Сыктывкаре и давно является местной звездой. Страсть к концертам началась пару лет назад, старается посещать каждую... Центровая. ...пущую город-звезду, благо организаторы начали пускать везде бесплатно. О, вот это уважение, блин. Правда, за всей этой улыбкой скрывается не лучшая жизнь за пределами танцпола. У нее есть старый... Но его пришлось оставить из-за старости, протекающей крыши и печного отопления. На свою пенсию в 15 тысяч она снимает комнату в общежитии со шкафом и кроватью, где нет толком даже возможности помыться. Также ей стараются помогать волонтеры с едой и походами в баню. Сергей Лазарев же, с концерта которого завирусился ролик, узнал эту историю. И решил помочь хотя бы с арендой нормального жилья. Бля, я думал, купил, блядь. Ну ты чё, нахуй, блядь? Мы сейчас, мы занимаемся тем, чтобы найти... Да ладно, ты богатый человек, ну купи ты ей эту квартиру. Она потом чем оплачивать твою квартиру будет, братан, блядь? Чем она опла... Вот ты ей сейчас возьмешь хату, крутую, в центре, блядь, за 50к в день, блядь? И потом чем она эту хуйню оплачивать будет? Ты бы купил ей хотя бы... Она живет в халупе. Купил бы получше халупу, но только ее, чтобы с душем была ей вот так вот. Она будет тебе благодарна... Ну лямчик два отдал бы, блядь, тебе денег пиздец. Нормальную квартиру мы ей снимем, эту квартиру проблем не будет, потому что... А купить квартиру? В итоге обещают и... Сейчас я перемотаю, мне интересно, пиздец. Квартиру проблем не будет, потому что... Блядь, сука. И решил помочь хотя бы с арендой нормального жилья. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру, мы ей снимем эту квартиру. А снимем все-таки. Ну, блядь, не, он тоже молодец, но, сука, я бы на его месте купил бы, блядь. Если у меня были такие, блядь, возможности, как у него, блядь, это же вообще на его карьере очень сильно отразится. И с этой стороны, и он сам себя хорошо будет чувствовать, да? Что вот я какое хорошее дело сделал, сам внутри себя какой я молодец. И для людей, типа, он же тоже в любом случае постоянно думает, хайп, хайп, как бы обо мне думали. Блядь, и все бы сказали, нихуя ты мужик. И сам просит, блядь, это выигрышная ситуация со всех сторон, блядь. Потратил бы, ну, 2 миллиона рублей, зато за 2 миллиона рублей получил бы такую рекламу ебанутый. Блядь, бот. Чел, не будет, потому что многие обещают, и никто не делает. Что касается Лидии Витальевны, мы ей поможем, но огромное количество других замечательных бабушек, дедушек, которые... Ну да, тоже вем тоже. Вы меня спрашиваете, куда перевезти деньги на Лидию Витальевну, а я вам говорю, друзья, вокруг много бабушек, которым можно помочь, помогайте им. Не остались равнодушными так же... Ну, не, ну, правильные слова, правильные слова. Самойлова и Джиган. Они же решили исполнить давнюю мечту Лидии Михайловой побывать в Москве и посмотреть все достопримечательности столицы. Мы бы хотели пригласить вас в гости в Москву. О, все, начали эксплуатировать, давай, давай, блядь. Ваше желание. Как квартиру ей купить, ну, вот нормальную, похуй, а вот в Москву позвать, на сцене потанцевать, понятно, понятно. В Инстаграм ее поснимать, понял, понял. Мы очень рады вас видеть, надеемся, что... Это как, знаете, короче, это как... Помните, была девочка такая, которая плакала и говорила, что к ней на сходку никто не пришел. Одна из самых тяжелых для меня истории, на самом деле, реально, блядь. Потому что, ну, вы помните, наверное, которую никто не пришел на сходку. Блядь, она же расфорсилась в интернете, и все побежали с ней ролики снимать, все побежали ее поддерживать, писать ей, дружить, делать вид, что они с ней дружат. Вот каждый обсосал ее, каждый эксплуатировал эту девочку, каждый просто. И никто ей ничего не... Я вот, когда следил за этой ситуацией, я, знаете, о чем думал? Я тоже, все писали, мои знакомые писали ей комментарии. Ну, я уж не буду конкретно кто говорить и не осуждаю. Вот, ну, там, знакомых много писали в комментариях. Держись, молодец. Ну, бля, мне кажется... Я вот, знаете, о чем думал? Что сейчас на нее это все свалилось. Ее все потаскали, ее все полюбили. Ей показали вот эту жизнь, бля, медийную, которую она хотела, да, стремиться. А потом, а когда она из актуальности уйдет, как на ребенке это отразится, бля, никто не подумал, короче. Не знаю, но отразилось на ней хорошо, я, по-моему, следил. Нормально она, ну... Ну, вроде как, она не озвучила, что ей очень плохо было, типа, после. Слава богу, блядь, у нее психологически это выставилось нормально, блядь. Ну, это же пиздец, блядь, полно. Что, предложение? И вот бабушку тоже затаскает туда-сюда погулять, почмок, чмок, не чмок, блядь, куплю, люблю, блядь. А потом хуй на нее забить, в съемную хату за 50 тысяч в день отдать ее, нахуй, которую она еле оплатит, блядь. Ну и все, сиди, бля, кайфу. А, и я просто сама из республики Коми, поэтому мне ваша история очень сильно откликнулась. Ждем вас в Москве. Давай. Не долго нам пришлось ждать... Я приеду, если ждете, если ждете, я приеду, никакие проблемы. ...с нового трека участницы хайпхауса Фросси. Его написанием она занималась с начала года и получилась что-то в стиле американских мюзиклов про школу. Да, круто, блядь. Блин, на чем пялится? Пацаны забыли, забыли, но все уроки очевидно. Без класса снизит ложь. Да вот уроки лучше бы сделала нормально, и все, блядь. И проблем бы не было. Из задних паркетят записки, написанные с любовью, мечтают о несвязанной портфель до дома. Ну че, меломаны, как вам? Даже не придется думать над идеей. Ну че, меломаны, ваше мнение? Ба, так как формат немного заезженный, хотя звучание весьма приятное. Не, не за... не, не, вообще. С почти уже готовым репертуаром в первый тур скоро отправятся участники... ТУР, блядь, круто, блядь! ...суефа. Наконец, в марта анонсированы концерты по городам Дальнего Востока. Всего они... Сахалинск, Хабаровск, Благовещенск, Консомольск, Наамуре, Владивосток. Ебать, чел, разъебывает, нормально. ...тят семь площадок. ТУР, блядь, круто! В среднем билеты на мероприятие стоят от полутора тысяч до трех с половиной. Сахалинске за сутки уже все места раскупили. Ебать, нахуй, нормально, пацаны. И цена вполне... Капуста стригут, да, ребят? ...в донат, так как их самих четверо человек, плюс еще придется вести с собой приличную команду. Заработать... О, нет, блядь, а группы как есть для врода, чел, нахуй. ...не смогут. Скорее всего, эта поездка сделана... Чего, блядь? Да ты пи... Да ладно, не пизди. Если у них клубы по 50 человек, тогда они не заработают. Тур всегда окупается, хоть у вас команда 6 человек, 7, блядь. Там знаешь, сколько денег, блядь, ты чё? И возможности... Ну, 1800, я сейчас посчитаю, блядь. Ебать, я сегодня душно, ребят, ну, терпите, блядь. Сейчас я посчитаю. Клуб, допустим, примерно 500 человек, которые у них. Ну вот, не, наверное, многовато. Допустим, 400. 400 умножим на 1800, на минималку. 720 тысяч рублей. Это... Отнимаем половину там на организаторов, на всякие аренды. Эти, блядь... Как они называются? Ну, вы поняли, на всякую хуйню, короче. И где-то вот, допустим, 300к не выносят, блядь, с одного города. Ну, плюс-минус, вот и всё. Твоих подписчиков не только в Москве или в... Я говорю, концерт это очень дорогая история. Это пиздец, сколько денег. Я вообще сам охуел. Да. Хоть и Катя Адушкина за последние годы чутка сдала позиции, но с финансами и уровнем жизни хуже у неё ситуации не стало. Она провела типичный батл в Инсте, рекламируя вот эту девушку-блогера, в процессе которого они прикидывались каверзными вопросами. Так у Кати попросили раскрыть цифры того, сколько она тратит в месяц, на что получили такую информацию. Очень по-разному. Я думаю, что скажу точно минимум. 2000 рублей в месяц. Да, это минимум. Полтора-два миллиона минимум. Сколько, бля? В месяц, нахуй? Это будет? Ты чё, роднулькина, блядь? Я так скажу. Нужно только учитывать... Ебанно, чё делать на полтора миллиона, блядь? Нихуя себе, блядь. Ебанно, полтора-два миллиона в месяц, блядь. Большая часть из этой суммы уходит на аренду квартиры. Вот, а вы говорите, езжай в Москву жить. Вы чё, конченые? Вот чтобы я вот такой хуйнёй занимался, блядь. Чтобы я тратил полтора миллиона в месяц, и у меня большая часть на квартиру уходила. Да пошли вы в жопу, блядь. Я за 70 тысяч огромный, блядь, у меня замок ёбаный в центре Питера. Замок, блядь, за 70 тысяч рублей. Пошли вы в пизду, блядь. Яна вкладывает в контент, но и на себя любимую средств безусловно не жалеет. Ну, естественно, блядь. Нихуя себе, блядь, полтора миллиона стабильно, да? Тем временем вновь вернулся к заработ... Ебать, ну это вообще... Да, кудряво живёт, молодёжь, блядь. ...рекламы Казика. На платформу Кикум, видимо, перешёл не просто из-за отсутствия цензуры, но и чтобы не получить очередной бан на основе. А на очередном потоке спустя год в прямом эфире крутил слоты и тратил выделенный ему депозит. Чтобы вы не писали, что это не реклама, а он просто крутит себе в удовольствие. Во второй телеге есть реферальные ссылки. Бля, это реклама, короче, ебать. Каждый проигрыш подписчиков по ней Егор получает себе на счёт деньги. А, это всё, всё. Дём очередную волну столкновения с Екатериной Минзо. Всё, молодец, я думал, всё. Я подумал, ребят, я подумал, что Огблогер рекламирует казино, которое рекламирует Егор Крид, поняли? Бля, всё, слава богу, я же думал, бля. Хоть и в прошлый раз ничего не получилось сделать. Но его, бля, его хуй запретишь, понимаете? Вот что-что у Егора Крида, ребят, иммунитет. У него такие друзья серьёзнейшие. Ну, моё мнение, конечно. Моё ощущение, бля, мои выдумки. У него такие серьёзные друзья. Друзья его семьи там до самого верха доходят. Я вам серьёзно говорю, до самого, бля. Хуй ты ему что сделаешь, бля. Не мизольно, ничего хуй кто ему сделает, бля. Я говорю, этот человек неприкосновенен, нахуй. В интернете тем временем появился... Не прикосновил... Ладно, я шучу. ...мошенничество, на которое может попасться вообще каждый. Если раньше мы получали сообщения от родственников с просьбой, например, скинуть денег, и могли лично позвонить и узнать, правда ли это, то теперь для разводов используют искусственный интеллект и в режиме реального времени реалистично подменяют голос. Да, 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 братишкин уже так делал стриминг. ...ролики, где люди остаются в шутке. Уже было у братишкина, неинтересно. И не попадаются лишь потому, что якобы звонящий ребёнок или родственник оказывается рядом. Да, Гриш? Мам, мы тут другу с классом собираем деньги на день рождения. Ебать! Ну и придумали. Хорошо. Спасибо, сейчас карту пришлю. Да, да, сейчас переведу. Короче. Это может быть ваш муж, это может быть ваш ребёнок, это может быть ваша мама. А мне с Росдолг постоянно звонят. Вот, бля, заебали звонки. Я обычно ставлю, чтобы у меня, типа, незнакомые номера сбрасывались, но иногда курьеры жду, выключая эту функцию. И мне звонят агентство Росдолг. Все разговоры записываю. Он такой, чё, когда долги отдадите? Я говорю, какой нахуй Росдолг? Придурок, что значит Росдолг? Типа, у вас приставка Рос в начале, значит, всё, молодцы были. Значит, чё-то государственное, ты знаешь, придурок, что два года или три года назад, да, бля, какой, четыре года назад, отменили, с законом запрещено называть свою компанию с приставкой Рос. Придурок ёбаный, твоя мать, и всё, короче. Вот раза два звонили, блядь. Я говорю, ты кого наёбываешь, блядь? Ты мне сейчас должен за моё время уёбок, блядь. Придурки. Разводят ещё раз. Вариантом, как от этого спастись, может стать кодовая фраза, которую знает только ваша семья. Звучит, конечно, как бред, но однажды одно лишь тайное слово убережёт вас от кучи неприятных последствий. Или, например, просто позвонить, ну, допустим, записывать телефон своего сына. Допустим, просто как вариант, чтобы у тебя сразу записной книжки, бац, мой сын звонит, блядь, а не какой-то левый номер, вот и всё. Елена Райтман же признала, что в аналогичных стрессовых ситуациях позволяет себе материться. Она тоже человек, и иногда эмоции переходят край, по-другому выразиться нельзя. Понятное дело, что блогерша делает это не при зрителях и даже не в общении с друзьями. А, например, на дороге, когда её вот так может подрезать машина. Ну-ка. Ну, придурок, блядь. Ай, блядь, вот придурок конченый, сука. Не, молодец, хорошо среагировала, молодец. Блядь, 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 блядь. Сука. Надо по тормозам, давай, ты чё нахуй подрезать его? Давай по тормозам. Ладно, так нельзя делать, ребят, не в курсе. Если кто не знает, Лену там по правилам главное... А ты купи себе с Калетт, я тебе расскажу, Елена Райтманн. Короче, я тебе объясню, как избежать всех... На наших дорогах избежать всех проблем, знаешь, от тем, что тебя не пропускают или там подрезают. Просто покупаешь огромную тачку и с Калетт, и всё. Я говорю, проблем никаких. Все пропускают, уважают. Никто вперед тебя не лезет, потому что, знаешь, что если ты с ними столкнешься, то, скорее всего, первый, кто погибнет, это он, блядь. Вот и все, нахуй. И должны были пропустить. Никто все ни разу не был. Один раз там было с Яндекс.Такси придурком. Мы с ним бодались, короче, на его уволили, блядь. Я на него накатал, блядь. Все, соль, все нормально, все в порядке. Хорошо, что у нее оказалась отличная реакция. Удалось избежать аварии и не ехать по чьей-то. Ой, какие, блядь, потрясающие новости, блядь. Не зря жил для них.